здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую вас на своем канале в этом видео речь пойдет о гардеробе для женщины слегка за 50 и могу сказать что все кто любит медленные видео кому возможно некомфортно слушать мой быстрый темп речи этим зрителям это видео я думаю в особенности понравится потому что я буду пользоваться своими записями вы не представляете какой у меня почерк не знаю почему мне так повезло в жизни со своим почерком наверное учитель по русскому языку тамара ивановна до сих пор я помню прекрасный педагог очень хорошо ко мне относилась но по русскому языку мне всегда была четверка такая стабильная четверка никак я не могла выйти на уровень абсолютной грамотности хотя мне очень очень хотелось и кстати возможно именно поэтому я сейчас достаточно неплохо владею русской речи потому что мне всегда хотелось грамотно говорить и грамотно писать поскольку мне хотелось грамотно писать я очень много учила наизусть и очень много читала вслух и возможно поэтому у меня такая неплохая дикция и темп речи это видео будет медленно потому что я буду пользоваться своими заметками, и я определенные вещи нанаблюдала. И мне очень приятно сообщить вам и констатировать самой себе, что 80% из тех вещей, о которых я вам расскажу, я, что называется, сама их записала. Но потом я решила, все-таки ко мне пришла такая творческая идея, посмотреть, а что же пишут на итальянском языке, на италоязычных сайтах, в италоязычных журналах о том, как же стоит одеваться женщине за 50. Мне было очень приятно узнать какие-то новые вещи, я скажу вам, что это за новые вещи для меня, например. Все же остальные вещи, я пришла к ним прежде всего, наблюдая за другими женщинами, снимая, конечно же, свой стрит-стайл. Итак, первая вещь, которая рекомендована женщинам слегка за 50, это обратить внимание на то, что стиль кэжуал – это хорошо, это очень классно, но его должно быть немного. И здесь я абсолютно согласна, это то, что я сама увидела. Чем старше мы становимся, тем лучше классика смотрится на нас, и тем более классика нам комплементарна. В то время как действительно очень спортивные, очень кэжуал варианты, они могут смотреться, я даже сама не могу объяснить. Не то, чтобы неуместно, не то, чтобы мы выглядим, как будто бы мы молодимся. Это очень сложно объяснить словами, в этой статье это тоже не объяснялось, но я совершенно согласна, что когда мы выходим на определенный возраст, чем более классические ансамбли мы имеем в своем гардеробе, тем действительно лучше мы выглядим. Новая вещь для меня, с которой я не могу на самом деле стопроцентно согласиться, и на самом деле только однажды я сняла женщину, которая безупречно выглядела вот в таком ансамбле. Очень многие мне сказали, написали, ядно замените слово компоновки на слово на слово ансамбле. Хорошо, когда смогу себя контролировать, буду заменять. Итак, ансамбль с широкими штанами – это то, что рекомендовано женщинам слегка за 50, так называемые брюки палаццо. Они могут быть разной посадки, высокой, средней, даже низкой посадки, по поводу посадки ничего не говорится, вы можете выбрать ту, в которой вам комфортнее. Помните, что чем выше посадка, тем больше есть риск прибавить себе, скажем так, объема в животе, прежде всего за счет ширинки. Обратите внимание на то, что сейчас очень много брюк, недавно я подобные видела в Massimo Dutti, где застежка, молния сзади, она расположена на спине, либо сбоку. Такие брюки более комплиментарны для нашей фигуры, неважно, в каком весе и росте мы находимся, потому что они просто в районе живота, не прибавляют нам за счет ширинки некого объема. Так вот, я видела только одну женщину, на ней был мужской свитер, мужская рубашка. Осенью этот образ попал в стритстайл, он наверняка попал в обзор стритстайла слегка за 50. На ней были действительно очень-очень широкие брюки. Это был единственный образ с широкими брюками, которые я видела, настолько классный, как, наверное, понимается в этой статье. Поэтому для меня вот здесь спорный случай, широкие брюки рекомендованы. Да, но на самом деле на практике я вижу все-таки достаточно мало итальянок. Я, прежде всего, их вижу именно в таких широких-широких брюках, которые надеты не под верхнюю одежду, под верхнюю одежду широкие брюки смотрятся шикарно, которые носятся именно самостоятельно. Третий момент, на который рекомендуется обратить внимание женщинам слегка за 50, это мужской гардероб. И здесь я полностью согласна. Мы заимствуем все, что можем заимствовать из мужского гардероба. И я не знаю, почему, но в этом мы будем выглядеть действительно классно, чем старше мы становимся. Но и также так называемые адаптированные вещи. Это прежде всего обувь мужского фасона, либо напоминающаяся мужской. Это знаменитые челси, это знаменитые макосиды, это знаменитые ловеры. Все это очень хорошо смотрится в так называемом гардеробе элегантного возраста. Конечно же, пиджак, не жакет. Конечно же, рубашка. Конечно же, самый обычный кардиган, либо джемпер. Все очень простое, очень лаконичное. Расцветка тоже желательно мужская. Так было написано в этой статье. Очень мне понравился момент, на который было специально обращено внимание читающего. Это смокинг. Действительно, смокинг смотрится потрясающе в женском гардеробе. И смокинг для нас, женщин элегантного возраста, может быть некой очень-очень классной, хорошей альтернативой так называемому вечернему наряду. И, переходя к вечернему наряду, было также рекомендовано, и это уже получается четвертый пункт, обратить внимание на комбинезон. Комбинезон – это то, что может очень хорошо смотреться, и элегантно смотреться, и неожиданно смотреться в гардеробе женщины слегка за 50. При этом это может быть комбинезон, который мы будем носить изо дня в день, то есть для наших повседневных ансамблей, никак не компоновок. Но и также комбинезон – это прежде всего отличная альтернатива. Возьмите себе на заметку, действительно, комбинезон и смокинг. Это отличная альтернатива для женщин элегантного возраста, если и речь идет о какой-то оказии, о каком-то торжественном выходе. Соответственно, очень хороший на самом деле вариант для того, чтобы выглядеть хорошо, красиво, элегантно и очень-очень нарядно. Совершенно согласна со следующим пунктом. Было обращено внимание, я сама, просматривая, готовясь к этому видео, могу сказать, что действительно так. Чем старше мы становимся, тем больше принта в наш гардероб мы можем пускать. Удивительно, но факт. Действительно, принт очень хорошо смотрится на элегантном возрасте, подтверждаю абсолютно. Имейте в виду, что принт очень легко компоновать. Для того, чтобы ваш ансамбль не смотрелся пестрым, имейте в виду, что если вы будете использовать не более трех цветов в вашем ансамбле, что-то очень пестрое, например, блузка, но цвет этой блузки, например, фон, на котором расположен принт, повторяется в брюках, либо в юбке, а цвет принта повторяется, допустим, в верхней одежде, то вы будете выглядеть не пестро, вы будете выглядеть очень-очень хорошо, элегантно, очень красиво и при этом не так, как все, потому что принт очень трудно компоновать. Не все умеют компоновать принт, классно и здорово, но, зная вот такой простой секрет, я уверена, что у многих из вас получится. И в качестве одежды с принтом тоже абсолютно согласна. Рекомендована шелковая блуза-рубашка, то есть самая обычная рубашка, только сделанная из шелка, только не из однотонного шелка, а шелка, украшенного, допустим, цветами. Вот в основном цветочный принт, но на самом деле это может быть и геометричный принт. Очень часто на моем стрит-стайле я вижу итальянок, сейчас, правда, холодный период, поэтому я обращала внимание на брюки геометрического принта. Действительно смотрится потрясающе, очень неожиданно. Следующая вещь, на которую рекомендуется обратить внимание, с ней я полностью согласна и рекомендовала бы это вообще для любого возраста, начиная с каких-нибудь хороших 18 лет, это очень и очень осторожно и очень и очень дозировано с тенденциями. Это первый пункт, к которому мы можем возвратиться, классика смотрится на нас лучше, чем старше мы становимся, поэтому с тенденциями очень аккуратно, внедрять их очень дозировано, внедрять их, возможно, не постоянно, чтобы, в общем-то, представление о нашем гардеробе, о нас в нашей одежде формировалось определенным образом, не часто использовать очень-очень точечно, очень-очень выборочно какие-то остромодные тенденции. Следующий момент, полностью с ним согласна, это цвет. Чем больше цвета, тем лучше, если мы говорим о гардеробе слегка за 50. Вообще-то здесь все без комментариев, здесь все очень-очень легко. Недавно было выпущено видео о том, как подобрать цвет к лицу и о том, как вообще внедрить цвет в свой гардероб. Все достаточно просто, цвет к лицу выбираем тот, что нам идет. Если мы вообще хотим внедрить цвет, используем его на нижней части нашего ансамбля, потому что определенный желтый, определенный синий, он нам может не красить лицо, но при этом внедрять его можно очень хорошо и успешно в свой гардероб, используя на нижней части нашего ансамбля юбка, край платья, либо брюки цветные, также аксессуары цветные, сумка, либо обувь. Это все, что позволит внедрить яркий цвет гардероб. Действительно яркий цвет, очень хорошо и здорово смотрится на элегантном возрасте. Длина миди, molto chic. Прямо-таки себе и выписала molto chic, то есть очень-очень шикарно, очень-очень элегантно. Но вот здесь, вы знаете, я, наверное, не могу стопроцентно согласиться. Длина миди, molto chic. Длина миди – это длина слегка за колено. Во-первых, у очень многих существует превратное представление о том, что такое длина миди, потому что длина миди очень часто трактуется как длина до середины колена. В моем понимании чаще всего я встречаю длина миди – это все-таки слегка ниже колена. Не могу сказать, что длина миди – это то, что прямо-таки рекомендовано. Рекомендовано именно элегантному возрасту. На мой взгляд, любая длина может быть хороша, если мы правильно подберем прежде всего пропорции. Потому что если я буду использовать длину миди, и, допустим, край юбки, либо край платья будет равен моему верхней части моего ансамбля по пропорциям, это может быть пиджак, это может быть кардиган, это может быть свитер, джемпер, все что угодно, таким образом не комплиментарно. Для меня будет разделен мой силуэт. Поэтому сказать, что длина миди – это универсальная длина для элегантного возраста, я бы не могла сказать. Есть универсальная длина для каждого ансамбля. Все зависит от того, насколько длинная, удлиненная наша верхняя часть, либо наоборот. Ее нужно укоротить, чтобы нижняя часть смотрелась длиннее, таким образом наш силуэт не резался пополам. Разделение силуэта 50 на 50 – это самое некомплиментарное разделение. 30 на 70 – очень хорошо. Внизу 30, сверху 70, допустим, пиджак, либо удлиненный свитер – это тоже очень хорошо для любого возраста. Поэтому с этим пунктом я не совсем согласна. Он был для меня, скажем так, новым. Несмотря на то, что в гардероб элегантного возраста не рекомендуется добавлять тенденции, очень много остромодных, было написано полностью с этим согласно, что немного рок-тенденции, рок-вещей в нашем гардеробе – это очень-очень классно и стильно. Абсолютно согласна. Что за такие рок-вещи? Ну, это прежде всего вещи, украшенные какими-то заклепками, украшенные, возможно, бахромой. Бахрома вообще отсылает к боха-стилю, но и также к рок-стилю. Если в особенности это бахрома из кожи, да. Какое платье я себе классное недавно купила. Ну, это также куртка-косуха, мотоциклетная знаменитая куртка. Это обувь, которая ассоциируется с рок-стайлом, с рок-стилем. Поэтому, в общем-то, рок, совершенно точно могу согласиться, слегка за 50. Это то, что смотрится очень-очень классно в гардеробе элегантного возраста. Куприрси и шик. Очень мне понравилось это выражение. Дословно перевести можно таким образом. Закрываться – это вот так. Это шикарно. И могу сказать, что я закрываюсь, наверное, с каких-нибудь 25 лет. Я очень-очень не люблю глубокие вырезы, я очень-очень не люблю декольте. При том, что у меня здесь, могу сказать, идеальная кожа. Я, на самом деле, сама считаю, что женщина с закрытыми руками. Кто смотрел мои летние видео, обратил внимание, я всегда ношу рука в три четверти. Либо практически всегда ношу рука в три четверти. Потому что я полностью разделяю мнение о том, что в определенном возрасте, на мой взгляд, он наступает гораздо раньше, чем слегка за 50. Куприрси эшик, то есть закрываться – это очень-очень шикарно. Аксессуары. Да, огромное количество аксессуаров. Одна моя зрительница написала про итальянок, что они имеют килограммы браслетов. Я совершенно точно с этим согласна. Смотрится это непривычно, но мне на самом деле нравится. Я сама так не ношу, но аксессуары совершенно точно я бы рекомендовала всем слегка за 50. Потому что крупные яркие аксессуары, на самом деле, очень-очень классно смотрятся именно на женщинах, на представительницах прекрасного пола, элегантного возраста. Ну и последний, последний пункт, двенадцатый. И разобрать я здесь ничего не могу. А, очень интересно. Да, кто досмотрел до конца это видео, видео, кого хотела терпения, вот вам такой мой комплимент и подарок. Анималистичный принт. Сто процентов согласна. Наверное, с него мне было нужно начинать. Это то, что я подсмотрела сама на стритстайле. Мы, видимо, очень много анималистичного принта пальто, анималистичного принта обуви. Ну, смотрится потрясающе. Это было открытием даже для меня, что леопард, зебра, все это можно очень классно внедрять в свой гардероб, в повседневный гардероб. При этом анималистичный принт в этой статье рекомендуется именно для элегантного возраста. Смелее, дорогие зрительницы, в каком бы возрасте вы ни находились, я думаю, что пальтишко, либо шарфик, ну уж как минимум шарфик, либо обувь, либо, возможно, перчатки анималистичного принта. По моим наблюдениям, лучше всего смотрится тигровый принт. Почему? Потому что в тигровом принте вот этот коричневый, который может быть в холодном подтоне, либо в теплом подтоне, он очень-очень комплиментарен. Зебра это просто черное и белое. Не всегда выглядит так выигрышно, как именно анималистичный принт, прежде всего леопард, тигр и так далее. Потому что за счет коричневого мы можем подобрать именно тот оттенок, тот подтон, который будет к нам к лицу, который будет нас украшать и к тому же делать нам эффект фотошопа. Желаю всем классно выглядеть в любом возрасте. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока!